Дуралов Братцы да за рекой Казаки гуляют Гуляют Казаки гуляют 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 Попробуй. Чтобы казак с собой их рук мог рубить. Ха! Вот коней еще у нас пока не завели. Был конь у отца? Лет, сколько мы? 15 назад его продали. Такой конь был замечательный. Ну вот тут у нас перестройка была. Здесь нужда. Надо было заниматься хозяйством. А на коне много не увезешь, не скосишь. Продали коня, продали корову, купили трактор. Теперь вот трактор. А конь был прям шибко хороший. Вороной такой. Даже не фотографируйся на нем. Не оставили памяти. Жалко. Ну ничего. Бог даст, еще приобретем. Моя жена, Олька. И Александру. И Александру. Ну давайте, давайте. Снимайте, да заходите. Ну, пойдемте хозяйство глядеть. Давай шашки туда занеси. Можно качать и руками, когда нет цвета. Вода идет отличная. Здесь у нас циркулярка. Хочешь, доски распиливай. Хочешь, дрова. Все нужно, да. Все пригодится. Под спорий хороший. Хороший дел. Ну, а и дайте трактор еще. Поглядим. Нельзя, нельзя. Здесь 40 коней. Т-40. Т-40, но. Вот это нас сейчас кормилиц заместо коня. Ну, помогать прям. Хорошо. Вот придумали мы здесь. Подцепляем стогомет. И сами вот метам. Уже не нанимал никого. Сами косим, сами согребаем, сами метаем. И все одним трактором. Видите, какие стоги? Гвоздь программы блины. Озерновский. Заткнем ноги в него сейчас. Чтобы огонь не лалит. Ольга, открой. Оля, открой. Отдайте, раздевайте, проходите. Вот же суматоха-то прямо. Да. Блюдо. Как папка говорит, пашкет. Пашкет? Да. Ну, мод прям. Благословляем Христе Божьем питье и пищу. Молитвен пречис Твоих, Моисе и Святых. Аминь. Садитесь. Садитесь. Проходи сюда, Николай Алексеевич. Пойдем, пойдем, пойдем. Баба, ты знаешь, Маша? Садись, садись, садись. Идемте. Мам. Садись сюда. О, стул богатый. Вы прямо умештились. Угощайтесь, гости дорогие, чем Бог послал. Все свое, все с своего огорода, с своего хозяйства. Мясо свое, рыбка своя. Помидорчики, грибочки сынок собирал. Спасибо, Грисукова. Огуречку он бабуль прислала. Рыбаки, мы рыбачили. Рыбаки, да? На свежем прямо вот токус. Прямо я жарила, прыгали еще. Я огурец... На оливочке черноплодного. Один огурец попробуй, прям ум отъешь. Первый тост всегда хозяев принимали, гостей с радостью произнося такие слова. Я вас с Уралом поздравляю, хозяин всегда произносил. Это значит, с доброго здоровья, с приездом. Вы приехали к нам с трудным всех нас переходом. Хорошо пополнило. Давайте. С Божьей помощью добрались. Казаки сразу научат. Меня свекровь сразу научила. И бей мне печень, и пироги. А меня бей мне. Да, манку ее свекровь научила. И дай Бог, чтобы он был беспокоен по правилам. А помню один, он уже на трактор работал. Приехал домой на обед. Я мажу в бане там, помазываю там. Готовый летом. А он все младит. Ну, я думаю, мама, ну, мама. Пойдет, ну, накормит она, не я. Ну, маму, мне кажется, лучше. Я так думала. Я прихожу, она на меня. Ты как смеш, мужик, приехал на обед, и ты там мажешь, ей дороже. Баня-то? Он приехал, накормил. А потом иди, Маша. Какая красота. Да, надо бросить. Все брось, ну, иди накормил. А я почему-то не обнимаю. Ну, мама, она же лучше накормит. А я буду пока дела делать. У нас даже вот они маленькие, у меня тоже два сына. Они пришли, они сели. Они не будут себя заливать и что-то. Они пришли, мама, кушайте, сели. И мы вокруг них. Это положено. Мужчина. Мужчина должен на дворе находиться. А вот то, что вокруг его обиходит, это женщина. Я уже в армии начал думать уже. Да, на кому приду, где-то надо уже жениться, кого. Ну, вот. А я помнил, что до армии мне уже ее отец, старший небесный. О, гляди, какая невеста. Ты что, смотри, давай, женись, придешь с армии. Ну, а она маленькая была, что? Не глядел, да? Ну, а в армию задумался, говорю, наверное, уже подросла. Ну, правда, пришел, а тут уже, нате. Котовчик, а дети, а точка. Рассвяла. А тут и отец ходили они здесь с тестем. Да, сидят, тын-дын-дын-дын-дын-дын. Ну, что, засватываем? Ну, а что, давай, ну. А она тут уроки учит, а они ее тут сватают, примерно. То есть, я там все почти засватываю, и я выхожу. Я сейчас так зырк на них, а папа на меня смотрит, говорит, рублем одарила. А я же, не понравилось, говорю, что они меня даже не спрашивают. Ну, как положено. Дедонька, вот он, бабусь это говорил, да, в детстве, называйте бабузи и дедонька. Прямо при казном порядке. И вот я так редко слышу, чтобы называли там, обычно бабули, дедули, бабушка, бабка. А бабуся, чтобы дедонька всегда называли. И вот так и мы называли. Дети маленькие были, бабульки отнесу. Она вот сидит, и вот они у меня не кончаются эти песни. Вот вроде бы не колыбельные, а вот какие-то приговорки. Я вспомнил приговор. Ты помню? Ну-ка вспоминай. Их так-так-так-так-точком, пирожок с мочком, еще было бы с чем, разломила бы всем. Так-так-так-так-так, не надо ли кому так. А мы так и не даем, запяток не продаем. Жеребеночек медрес, через забор перелес, ты прыгнул через ухо, а посрал всех девок баб. И пострал. И пострал. И пострал. Вот так. И вот так вот не кончается вот это. Они у меня спят, а она им так вот и приговорит. Давайте выпьем за песню за нашу. Шашки запретили носить, на гайке нельзя, а песню нам никто не запретит. Да, песню нам не запретит. А, револю. Истина. Пока. Не запретили. Ну, песня должно быть. Я думаю, да, до песни не дойдет. Так, запоем сейчас. Том, выпьем и запоем запрети. Наш эскадрон пришел седьмого и стал порядком у реки. Наш эскадрон пришел седьмого и стал порядком у реки. Быть и может скоро я вернусь, А, быть может, кончится война. Быть и может скоро я вернусь, А, быть может, кончится война. Быть и может, шашка лиходейка Разрубит череп у меня. А, быть может, шашка лиходейка Разрубит череп у меня. Давайте все выпьем за хозяю. За хозяю. За хозяйку, которая приготовила. И за их родителей. И за их родителей. Потому что я вчера позвонила в 10 часов вечера. Им сказала, что мы к вам едем. Вот, видишь, как снег на голову. А я говорю, о, адреналин попер. Завтра нас будут спрашивать, И чего у вас было такое? Стояли все, как казаки. Завтра нас будут спрашивать, Я люблю широкую долину, долину. Люблю я голубой простой. Хорошо сидеть с тобой, любимый, любимый. Слушай, птиц, веселый разговор, Где соловей в кустах поет. Где соловейку к сердцу жмёт. Где сауфилин обнимает, обещает, Зная манит, замуж не возьмёт. Где быстрый заяц ждёт лесу, Она давно с бобром в лесу. Где поют песни, зверь, зверюшки, Роклягушки, кум-куме, ванюш-конюшки, Мужине, при луне. Кто на ёлке, кто под ёлкой, А мы за столом. Мы живём на свете очень мало, Мало, и всегда чего-то ждём. Так давайте ж выпьем по бокалу, И на то же озеро пойдём, Где соловей в кустах поёт. И соловейку к сердцу жмёт. Где сауфилин обнимает, обещает, Зная манит, замуж не возьмёт. Где быстрый заяц ждёт лесу, Она давно с бобром в лесу. Где поют песни, зверь, зверюшки, Роклягушки, кум-куме, ванюш-конюшки, Мужине, при луне. Кто на ёлке, кто под ёлкой, А мы за столом. Так давайте ж выпьем по бокалу, Бокалу, и на то же озеро пойдём. Всё. Вот молоко. Хорошие голоса. Да вы что! Дети, если у детей всё хорошо, А что нам делать? Что нам делить-то? А матеря, по-моему, должны собой жертвовать. Ради дочери, ради внучат. У детей всё нормально, нам что делить? А мы рады детей всегда. У неё сотки нет, у меня сотки. Семеску пришлют, даже некоторый раз в одиннадцатом часу там Наташа напишет. Я звоню, Сваха, привет большой. Ой, дай Бог, слава Богу, как они там говорят? Всё нормально, пишут. Всё. Ложимся спать. Спокойно. Каким спортом занимаетесь? Спасибо, огородам. Хороший спорт. Огород, как весна, как земля, копать, поливать, полоть. Зимой снег. Зимой снег, да. Пока не просим никого. Слово будет. Понял? Пока сами на собой ухаживаем. Вот это наш спорт. Правда, она порой на меня выступает, речь ведёт. Зачем я уточку держу, зачем я курочку веду, для тебя всё тяжело, ты устаёшь. Это правда же твои слова? Признаю. Ну вот. А теперь мне дочь тоже привязла кур, я не отказала. Конечно же, сил не тянет, не очень. Как семнадцатого года в половину ноября. Ой, была митрена погода, В ночь случилась. Ой, да ну беда, Ой, была. Повторяйте, тяжело, я не спою. Слушай, давай дома поспорим, а не здесь, а? Ну я не спою, ну пой одна. И всё, и поругались. А мы же свахами называемся. Ну как же так можно? При честном народниче. Сколько мы свахи с тобой уже? Двадцать три года. Да многовато, многовато, ничего это. Да при честном народе, да давай сваху. Нет, другую какую-нибудь полегче. Да? Ну не знаю я ничего. Хвала вам, уральца, споём? Ну давай, вообще-то я её не люблю, но давай. Как вот свахе не угодишь? Она старше меня, ей восемьдесят три года. Вот. Ей восемьдесят три года. Как же свахе-то не угодить? Давай запевай. Ой, спасите, Христос. Смотри, всё учитывается, записывает. А может быть, хватит туда? У нас камера остановилась, мы пока не пишем, пока вы... Вы твой. Так прямо мы вам и поверили. Это настоящий казачий ответ. Ответ казачек. Хвала вам, уральцы, герои иконавы, славу умножили предков своих. Давно победили брагаба Сурмана за быстрым Уралом. Ну ты что ж, родная? Ну не так запела, всё, не пойдёт она. Ну давай, мы не старцы же допевать концы. Я же тебе о чём речь-то веду. Хочем выключать его, блядь. Что представляли из собой казаки? Они должны... Вот этот именно характер. Не деревенский, разухабистый, российский, когда водка и селёдка, и больше ничего в голове нет, а именно вот это должно быть. Отношение детей, вернее, к детям. Отношение к девочкам, к мальчикам. Отношение детей к родителям, отношение детей к бабушке с дедушкой. Бабушка не должна, накрасив губы, на мой взгляд, я в этом деле такой консерватор, не должна, накрасив губы, отрезав вот так волосы и покрасив в красный цвет, непонятно откуда, ходить с собачкой по городу, в то время, когда у неё две внучки есть, учиться плохо в школе и так далее, и так далее. Она должна с ними заниматься, она должна учить женской науке, потому что перед ней будущая мать. Дедушка не должен пьянствовать и курить, там бегать где-то по каким-то там, я не знаю, вещам, или сидеть с утра в доме, если он не пьяница на рыбалке, в то время, когда у неё есть внуки, он её должен обучать, как владеть молотком, пилить ножовкой, поставить дверь, выстелить полы, вот это должно быть, так было изначально, когда деденька сидел, старенький, вот с такой бородищей, гязал там вот сетку, а у него внучёный, деда, деда, а ты что, Бунапартии видал? Видал, внучёк Бунапартии, видал, я воевал, а Глика, вот это тройник, Глика, вот это тройник натуга, вот это Глика, тройник на ослабка, вот это Петерик, вот это Лопартик, вот это Игличка, он его непроизвольно учил, ребёнок вырастал, он же рядом с дедом сидел, ему интересно было, дед сидит, дед трезвый, рассказывает такие интереснейшие вещи, вот, всё это было. А куда ты расчёску делал? Около зеркала там лежит. Около зеркала? Ага. На борд, ты, да, всё, всё. А? Борд, ты, всё, ты? Ну, а чё? Ну, а чё? Ну, она, когда касается. Так, да. Пойдёт. Нормально? Всё. Ну, я думаю. Так, ну вот. Парасчик ровно, всё. Да, вы садитесь на стол, на стол, на стол. Задача казака, всё-таки, быть всегда готовым стоять за веру царя Отечества. И быть, для того, чтобы это делать, нужно иметь, в том числе, и боевой опыт. Иначе, ну, как-то, без этого нельзя. Мужчина должен слушать. Ну, главное, конечно, просто для того, чтобы набраться боевого опыта, конечно, ну, это можно было бы делать где-то в другом месте. Вот почему именно, ну, почему мы поехали в Абхазию, скажем так. Ну, всё-таки, было тоже, ну, такой, как бы, вера наша была в то, что, действительно, Абхазия, она хочет воссоединиться с Россией, и мы воюем за Россию. Вот, такое было, так сказать, у нас чувство. Вот участвовали в этом штурме Сухоми. От начала до конца, тоже участвовал. Вот, и, конечно, приходилось очень сложно. Там 16-этажка была, и она хорошо креплённая была, и на высоте. Вот её трудно было брать. Два казака у нас там погибло. Вот, много раненых было. Высоту мы отстояли, и душой мы за Россию, и мы, как служили наши деды и прадеды, и прапрадеды все служили России, и другого просто. Для истинного казака, так как я говорю, вот, три основных принципа, за веру царя и отец, за веру православного, царя православного и отечества православного. И другого выхода просто нет. Иначе он, получается, уже... Он же не казак. Кучу хлам мы находим, походу... Это хлам, второй, который за ним нашел. Нет, ничего. Эт, да, да, да. Владимир, давай лопату, всё. Серёг, лопата, а он не прибор. Радим Сергеевич, покажи, что нашел. Покажи крестик, который ты поднял. Мы подняемся. Сейчас, сейчас, вот он крестик. Вот мы сейчас ударили, вот лопатой свежая. Он ещё не очищен, конечно, но тут старообрядческий. Старообрядческий. Вот здесь, за моей спиной, когда-то проходила дорога. Я ещё подростком ездил здесь, по этой дороге, впереди жилых домов. Сейчас, по прошествии всего лишь небольшого, ну, будем говорить, лет 30-летнего срока, когда уже здесь даже трудно поверить, что здесь вот 30 лет назад кипела жизнь в этих домах. Мне рассказывали старожилы Прорвинска о том, как нагруженная зерном церковь, вот так-таки буквально с куском яра берега, отрывалась и упала в воду. Не захотела служить новой власти, не захотела служить колхозному строю. И постепенно, и от всего посёлка уже ничего не осталось. Большое село уничтожено полностью, как не подчинившееся, как не вошедшее вот в русло новой жизни, а оставшееся в старом русле своего яика. Яика батюшки, яика золотое донышко. Яика… Я и сын гордыновей, Братья, дяди, Рая и пушку, И ведет речь хорошая. Уральские казаки, яицкие, они как говорили, не трогайте нас Христа ради. Воевать мы за Россию будем воевать. Вы не трогайте, вам какая разница, как мы крестимся. Вот так крестимся или с Чапотией крестимся. Вот на такое крест или на такое, вы что лезете к нам? Нет, это надо сделать. Шашку иди брось, пику иди брось. А ну мне зачем, казак он говорил, у меня деда у шашку своего ночи Бонапартии гонял. Она у меня крепкая. Шли на любые казни, казни меня, высылка, высылай меня. Ну вот такой упертый был народ. На чем, в общем-то, все держалось вот эта казачья жизнь? На совершеннейшем равноправии. Вот взять для примера, я вам как-то говорил уже раньше, что даже Карл Маркс писал, что лучшей демократической республики, чем у уральцев казаков, нигде нет. И не было никогда раньше. Вы представляете, вода общая, земля общая, лес общий, луга общий. Свято соблюдали веру, свято соблюдали заветы предков. Говорили, погрешно, не будем делать. Так наши отцы не делали. Так наши отцы и деды не делали. И мы не будем делать. У них были свои дома, жены, дети, своя земля, они жили. И они сказали, пусть хоть какая власть, нам это разницы нет. Советская, что такое? Советы вот с ху, это как наш круг казачий, где мы на круг собираемся и решаем любые вопросы путем совета какого-то. Поэтому пусть будет. Но начали насильно внедрять из Саратова, Бузулу, Оренбурга красных большевиков, коммунистов, молодых хамов, наглых, которые, значит, говорят, все заберем, все отберем, поубиваем. И вот эти фронтовики, которые воевали по шесть, по семь лет, говорят, да что это такое? Какой-то там сопля пришел и забирать мою землю, моего коня, мою жену и так далее, и так далее. Уральские казаки в 18-м году они говорили, только кончилась Первая мировая война. Они там показывали чудеса храбрости. Россия нас пришла завоевывать. Вот этот ужас весь вот этих слов, когда Родина, она не то что мачехой стала, она не стала ни изначим. Причем за что убивали? Старика одного убили за то, что он во время, когда сшиблись красные и белые на улицах вот этого поселка, у старика ранили сына. Он начал сына раненого вытаскивать за то, что спасал белогвардейца, старика этого убили. Совершенно сумасбродные какие-то обвинения, но людей убивали. Так же, как взять вот в Красный поселок у нас. Возле Красного поселка стариков собрали, загнали в сток и сожгли живьем. Ужасные вещи творились. Здесь это особенное что-то было. Страшнее, чем здесь на Яике не было. Тихий дом – это аленький цветочек. По сравнению с теми событиями, которые были. Ворота еще старинные. Дом стоит 111 лет. Прадед мой здесь родился. Прапрадед здесь родился. Ворота так не меняет. Это мой дед еще строил. Не меняй, пусть память будет деду. Женаевна Николаевна. Истинная казачка. Что такое? Истинная казачка. Здравствуйте. Может, проходите. Сколько лет вместе? Пади не один годок. 45 лет вместе. Рука, об руку живем. Надоели? Пади друг к другу. Нет, нет, не жаловываешься. Бывал в жизни не без ссоры, но нет. Троих сыновей вырастили. Шесть внуков. Два правнука. Два правнука уже есть. Чего? Два года будет одному скуроженному, три будет. Ну, все. Ну, все здесь? В Уральске все, в Уральске. В Уральске, в Уральске. Здесь нет. Они из армии дембелизовались. Все трое служили. Работ нет. Разбал. Без единого выстрела. Все развалили. Все. Теперь остались мы. Вот они поехали там. Работали. Живут. Обидно, что уезжают молодежь с этой дети до сыновей. Ну, а что теперь? Не обидно. Куда деваться-то? Работ нет. Что тут делать? Мы здесь останемся. С тобой останемся. Будем. Здесь трудиться. Нет? Нет? Звали сыновья в город. Не поеду здесь. И я здесь останусь. На пепле останусь. Миллион давай. Миллион. Никуда не поеду. Миллион. Никуда не поеду. Здесь мои предки лежат. Они за эти земли воевали. Никуда не поеду. Миллион долларов. Никуда не поеду. Ходи-ходи-ходи-ходка. Эй, не бородка. Миллионок, чегунок. Сзади сковородка. Кому кажется, далеко наш уродский городок. Здесь живет один парнишка. Он девчонок наш. Там рядом. Дело же не в этом. Не в этом. А что здесь? Да. Что у вас здесь? И если ты форму одел, ты истинный должен быть казак. Вы понимаете, во всем этом разговоре есть одна вещь, которую все буквально почти упускают. Да дело в том, чтобы ввести вот эту форму, яицкие казаки, настоящие наши пра-пра-пра-прадеды, они голову на плаху складывали. Я не буду одевать. Вот на мне цветное мое, и все, и пошел. Я тебе не солдат. Вот этого не знают. Поэтому это не гордость ее одеть, а наоборот выхвалиться. Мы же тирадное казачество. Ты будь в чем. Но у тебя вот здесь должно быть. Вот здесь. Я в чем бы не пришел. Вера должна быть. Смотрите, какой погоды сегодня встретил он от нас. Какой он красивый. Дорогие друзья, у нас прошел самый основной нос. Мы благодарим Яика Горыныча, нашу святыню, которая вот под боком течет у нас. Благодаря его, благодаря его свежести, старинушке этого нашего, благодаря его силе, весенней и осенней, мы все живы. И помоги нам, Господи. Слава Богу, что мы все казаки. Жил раз, бедненький мальчишка, жил раз, бедненький мальчишка, не женатый голосок. Пара молодцу жениться. Пара молодцу жениться. Пара молодцу жениться. Пара едет со двора. Пара молодец жениться. Оставляйте, Мороза! Субтитры создавал DimaTorzok